С кем-то здоровы вас еще сегодня? Меня зовут Рина Николаева, я представляю проект Alldor. Напомню, Alldor это онлайн-навигатор для людей на инвалидных колясках. Собственно, до этих выходных у нас был только сайт с информацией и большие, в общем, планы где-то в голове. На этом хакатоне, во-первых, удалось понять, с чего начинать, с чего начинать МВП, чего избежать. То есть, в частности, хотелось проверить, ну вот на МВП хочется проверить, что люди будут заносить данные и что люди будут использовать карту. В общем, мы ограничились этим. И спасибо большое Глебу Суворгу, он помогал мне добыть уже имеющиеся данные по доступности. То есть, сейчас на этих выходных я нарисовала макапы, то есть, как это будет выглядеть на первой версии сайта с какими-то данными уже имеющимися, как будет выглядеть поиск и так далее. Удалось нарисовать три странички. В принципе, это и есть основной функционал. Ну, первая страница, я надеюсь, вам более-менее видно. Если что, тут, наверное, можно как-то приблизить. Можно? Ну, я надеюсь, видно все-таки. Ага, спасибо, спасибо. В общем, главная страница, это, конечно же, карта. На карте нанесены точки. Пока это только точки, потому что вы понимаете, что вон навигация, это довольно сложная тема. Хотя вот сейчас, послушав метро для всех, я понимаю, что надо хотя бы ссылку на них делать, чтобы люди могли понять, где им искать информацию о доступности метрополитена. Ну, и плюс еще есть специализированные такси, никто нам не мешает написать их в телефоны, например. Выглядит это так. Человек заходит на сайт, он не обязан регистрироваться для того, чтобы искать точку, которая его интересует. Он вводит адрес либо название, и карта ищет эту точку. Точек становится большой, и внизу есть информация по этой точке. Также можно будет искать по категориям, то есть искать конкретно, что вы хотите, куда вы хотите пойти. Кафе, театр, кино и так далее. Здесь укропненные категории, но есть и более углубленный список. То есть, например, там спорт, это спортплощадки, это фитнес-центры, это какие-нибудь бассейны и так далее. Ну, в общем, это уже вопрос наполнения карты. Выглядит это так. Так, в общем, точка, ее название, возможность добавить точку в себе и в избранное при регистрации. Либо изменить данные по точке, если у вас есть более актуальные данные. Здесь написано, когда и кем добавлено, и кто этот человек. То есть, например, если я добавлю точку, и для меня сфера доступности, это не настолько специализированная тема. То есть, это не моя профессия знать, что доступно, что нет. То есть, я просто глазами оценила. Это значит, что я просто волонтер. Если это оценил специалист, то будет написано, что это оценил специалист, либо сам маловерный человек. Собственно, точка, то, что она доступна, зелененькая, ее адрес и несколько критериев, что по этим критериям обозначено. Это, во-первых, парковка. Я извиняюсь, что у меня все на английском, просто программа, в которой можно делать бесплатно макапы, она на английском. Вот, и пришлось их писать так. В общем, это, во-первых, наличие специальных мест для парковки. Во-вторых, возможность добраться от местной парковки до входа. То есть, не всегда это возможно. Во-вторых, это тип входа. То есть, например, у Яндекса вы видели, это вход, в общем, с земли, нет никаких ступенек. И, в-третьих, это наполнение пространства. Что есть в этом пространстве? Есть ли оборудованный туалет? Есть ли достаточно пространства для того, чтобы перемещаться? Функциональная зона. То есть, например, если это какой-то банк, есть ли стойка обслуживания для людей маломобильных на инвалидных колясках? Есть ли лифты, есть ли эвакуационные маршруты именно для инвалидов? Потому что вы знаете, что они бывают по лестнице. И, в общем, окажется, что люди останутся. Так, мне сказали, что сейчас время. Поэтому я вам быстренько покажу, как планируется заносить данные. И мне, на самом деле, очень хочется услышать вашу обратную связь, потому что подразумевается, что заносить данные сможет любой человек, в том числе мы с вами, которые не знают ничего о доступности. То есть, это выглядит так. После регистрации можно ввести адрес. Карта подставит возможные названия по данному адресу. У меня, к сожалению, куда я здесь. Здесь, в общем, раскрывающийся список, можно выбрать из существующего названия, можно добавить свое, то же самое про категорию. И, в принципе, хотелось на данной форме сделать так, чтобы люди как можно меньше делали что-то своими руками, заполняли что-то сами. Например, указывая то, что место доступно, галочки расставляются автоматически. То есть, вы только убираете галочки, которые не соответствуют этому месту. Например, нету здесь парковки. Я бы здесь убрала то, что парковка и места до здания. Вот. И что касается входа. Вход, как вы знаете, может быть не только с земли, но и такой вариант, как пандус. И у пандуса бывает несколько видов. То есть, это какие-то картинки, которые можно сразу отметить. И сразу будет понятно даже любому человеку, что, в общем, швеллеры – это вот такие вот рельсы. То, что платформа лифтовая, она вот так вот выглядит. Ну, то есть, какую-то визуализацию для юзабилити. В общем, все. Есть 20 секунд на вопрос.